Здорово, ребята, это новый ролик, и сегодня будет кое-что по-настоящему интересно. Я, наконец-таки, спустя 5 лет забираюсь встретиться вновь с некитом из Тутродс. Для этого мне нужно отправиться на одно очень прикольное событие, на жеребьевку нового сезона медиа лиги по футболу. Наконец-таки я буду там на легальном, потому что мой кореш намутил туда проходку. Наконец-то мне не придется туда как-то пробираться, и просто пройду как обычный человек и встречу с некитом. Мне кажется, этого события вы все так долго ждали, как и я. Надеюсь, пол... Надеюсь, то, что получится интересно, но все равно я нахожусь в каком-то напряжении, предвкушении, потому что, наконец-таки, спустя 5 лет я встречусь с легендой. Я надеюсь, то, что он меня запомнит, то есть вспомнит, узнает. Мы обнимемся, сделаем какие-то фотки, что-нибудь подсним вместе с ним. Надеюсь, то, что будет круто. Погнали на этот ивент. Ну все, я практически добрался до нужного места. Несмотря на то, что сегодня у меня есть полный доступ, у меня есть аккредитация, у меня все равно присутствует какой-никакой мандраж. Я немного нервничаю, потому что там будет столько популярных чуваков, и мне нужно, помимо основной моей цели, встретиться с некитом и это все подснять, и также мне нужно будет взять интервью всяких разных чуваков, которые попросил мой кореш, который, в принципе, и намутил мне эту аккредитацию. Поэтому сегодня задача у меня не такая простая, как кажется на первый взгляд. Буквально несколько шагов мне осталось до этого места, до открытия арены. Я реально именно в предвкушении нахожусь, потому что, наконец-то, спустя 5 лет, я встречусь вновь с некитом, посмотрю на его реакцию. И также я хочу сделать такую шутку, типа пасхалку на прошлый, вот этот, на первый самый ролик, один из первых роликов на канале, типа... Здорово, бро! Я не верю просто! Посмотрим на его реакцию, также посмотрим, как вообще там выглядит этот бэкстейдж, где проходят вот эти жеребьевки. Мне реально интересно, потому что, повторюсь, я ни разу не был на подобных событиях. Все, я здесь, наконец-то, первый раз не на край, и просто спокойно зашел. Меня пустили, потому что моя фамилия, мое имя, все было в этих списках. Наконец-то сюда на легальном. Я только сейчас понял то, что это тот самый стадион, на который мы пытались с Аланом пробраться на матч Мкало. Я надеюсь то, что они не развесили фотографии с нашими лицами, что, типа, их никогда сюда не впускать. Знаете, как черный список есть? Я дошелся к своему корешу, который подогнал мне проходку. Здорово! Здорово! Подогнал Владу проходку. Сегодня будем брать интервью. Влад вообще легенда, на самом деле. Прикольный чувак, потому что он первый придумал находить блогеров. Его видосы, я не знаю, ну это прям, типа, очень... Такой интересный контент, не каждый такой придумает сам сделать. Не просто кого-то спиздить, знаешь. Посмотрите, как выглядит это все место. Я на самом деле даже себя немного неловко чувствовал, потому что тут максимально много всяких крутых чуваков, а я пришел первый раз на подобное мероприятие. Здесь есть бесплатная еда, бесплатный алкоголь. Йоу, ребят. Я видел данного парня на матче под рот с ССК. Увенный тип. Вот. И смотрите, поднялся. Теперь на шеребе в кейл. Да, да, да. Ребят, момент Х настал. Я увидел здесь некита. Ну, тут немного боюсь подходить. Вот мы идем до некита и становится немного напряженно, хотя встречи с популярными чуваками меня особо не пугают. Потому что это не просто встреча с некитом из Тудрос, это знаковая для меня встреча со старым добрым дядей некитом. Помнишь его? Кого? Вот его. Помню, помню. Реально? Это легендарная встреча спустя пять лет. С Латарасов на пасе. Еще ты просто дали на пару слов? Еще на связи, да. Легендарная встреча состоялась, это было немного неловко, потому что братишка реально что-то начал так, типа, блять, что-то сомневаться в этих вот наших уверенностях. И некит вообще реально максимально адекватно отреагировал. Что он сказал? Типа, что ты у него спросил? А, я у него спросил, помнишь ли ты Влада? Ага. Он тебя помнит. Да, да. Надеюсь, там это все было видно, надеюсь, что это все заснялось. А сейчас уже начнется жеребьевка, я думаю, затарится едой. Сесть и пойти смотреть. Дальше мы немного затарились едой, отправились на места смотреть, какие будут группы в новом сезоне МФЛ. После окончания жеребьевки я хотел встретиться с некитом еще раз, чтобы побольше подснять, но он давал интервью. И как раз настало время, чтобы взять интервью мне. Пока я брал интервью Гуди для канала Братишки, некит пропал без исти и больше не появился. Но все, ивент подошел к концу, я невероятно был рад, потому что я первый раз побывал на подобном событии. И, наконец-то, спустя пять лет встретился с некитом. Моя мини-мечта сбылась, но, к сожалению, это было, типа, чуть-чуть быстро. Я хотел взять расширенную версию какого-то подсъема вместе с ним, также сделал фотку для обложки, и он куда-то пропал. Потому что я помогал сегодня Матвею брать интервью для его канала, брал у Гуди. Можете посмотреть, если вам, друг, интересна тема медиафутбола. Ссылочка будет в описании на его канал. Чувак делает охуенные видосы про медиафутбол. В души. А, и еще, пацаны тоже, и девочки, не забывайте, что в будущем, возможно, будет интересный контент от Влада, потому что он закинул удочку, и, возможно, у него что-то будет. Да, поэтому тоже ждите. Я надеюсь, что вам ролик этот тоже понравился, как и, в принципе, всем нам. Потому что мы очень хорошо провели время на открытии арене. Всем понравилось. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, все это делайте. Всем пока.